Матча UFL-1 между Чертанова и ФШМ. Выслав, скажите, насколько тяжела была игра, потому что действительно две команды играли обоюдоостро, и даже не скажешь, что встречались третья и тринадцатая команда. То есть ФШМ навязывал какие-то свои условия, насколько было тяжело вам справляться с ними весь матч, тем более, что они забили и практически час играли при счете 0-1. Ну, UFL, на самом деле нет таких команд, мы на таблицу вообще не смотрим. Все команды примерно одного уровня. Но игра достаточно сложная была. Хотели взять инициативу в свои руки и раскрывать зоны. Увы, не получилось, не дожали немного. По вашим ощущениям, при втором забитом отмененном голе было сайт? Ну, я считаю, нет, но будем пересматривать, смотреть. Но сейчас это уже ничего не даст, так что ладно. Сейчас это ничего не даст, тем более, что у нас нет боковых камер. Скажите, как повлияло удаление на последние минуты игры? Ну, конечно, намного тяжелее стало играть, когда в десятером остаешься на одиннадцать человек. Мы, в принципе, пытались все равно в десятером атаковать, а то вы не забили. Ну, то есть, естественно, задачи на сохранение счета не было? Нет, конечно, не было. Мы всегда играем только на победу, и никакой другой исход не может быть. Вам предстоит тяжелый выезд в Петербург. Сейчас будете устанавливаться, готовиться. Когда будете выезжать? Ну, выезжаем в пятницу. Будем готовиться к игре, разбирать все свои ошибки, пересматривать игры. В общем, будем готовиться. Выслал, спасибо за интервью, удачу. Спасибо. Кирилл Бабаев, игрок в ФШМ, один из самых активных сегодня на поле после матча ЮФЛ-1 Чертанова и ФШМ. Кирилл, скажите, насколько тяжело было играть против одного из лидеров сегодня, хотя со стороны не скажешь, что встречалась третья и тринадцатая срочка чемпионата? Ну, да, я с вами согласен, что особой разницы как будто бы не почувствовали в этом плане. Игра на встречных курсах была хорошая с обеих сторон, поэтому не трудно, нормально. Как-то удаление повлияло на развитие событий, на ваш взгляд? Ну, скорее нет, конечно, удаление, ну, повлияло немного в плане того, что полегче нам немножко было уже под конец, когда уже подустали немного и перемещаться было легче, но на игру толком особо не повлияло. Ну, и на ваш взгляд, ничья и один-один закономерный результат? Ну, скорее да, чем нет, да. Ну, мне кажется, по такой игре, наверное, и ФШМ могло каких-то больше, наверное, успехов положительных для себя добиться. Ну, да, да, согласен. В конце у нас было много опасных моментов, больше, чем у Чертанова, и, к сожалению, не получилось их реализовать. То есть победа добиться помешала реализации? Ну, скорее да, да. Спасибо за интервью, удачи вам с Ростовом. Михаил Николаевич Соловьев, главный тренер ФШМ после матча Чертанова в ФШМ, ЮФЛ-1. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, закономерный результат, как вам вообще игра, если можно, комментарий краткий по игре? Ну, игра, в принципе, тоже понравилась. Результат, считаю, закономерным, потому что вроде у нас моменты были неплохие, и у Чертанова неплохие. Надеялся и думал, что мы будем посвежее, но, в принципе, и казалось, что мы посвежее, потому что в среду мы играли другим составом. И ребят, которые играли сегодня, они были... Хорошая двигательная активность была. Вот, поэтому надежда была на хороший результат, но, в принципе, любой положительный для нас хорошо. Вы знаете, я обратил внимание на ваш постоянный рабочий подсказ футболистам, и даже какие-то мелочи, когда уже даже футболисты Чертанова пасуют назад, все равно заставляли своих дожимать, и даже на такие мелочи, детали обращали внимание. Я вот в связи с этим хочу спросить, пропущенный гол и нереализация, наверное, в конце каких-то моментов, все-таки, наверное, нельзя закономерным назвать результат? Ну, скажем так, мы очень много пропускаем, если посмотреть таблицу, да, там 54 мяча, если разделить это по 3 на каждую игру, вот, если сегодня пропустили один, сразу положительный результат. Вот, и поэтому мы пытаемся исправлять ошибки, но сегодня опять допущена точно такая же ошибка, как и в прошлой игре, и сразу получили мяч. Вот, да, мы пытаемся играть в прессинг, в активный футбол, чтобы сразу отобрать мяч, находиться около близкого ворота и тут же проатаковать. Вот, на этом строится игра, да. Ну, последний вопрос, Михаил Николаевич, тем не менее, вы содержанием игры, я так понимаю, остались довольны? Ну, в принципе, да, мы как бы, мы не отходим от своей игры, не важно, какой соперник, мы пытаемся, и я надеюсь, что ребятам в будущем поможет. Вот эта большая работоспособность и активность, скажем, двигательная активность в игре, это поможет в будущем. Спасибо большое, Михаил Николаевич, удачи вам. Спасибо большое. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, как игра, как повлияло удаление на последние минуты, и считаете ли вы этот результат закономерным для своей команды? Ну, на данный момент результат такой, какой есть, но если так сыграли, значит, закономерно. Рассчитывали на большее, конечно, но так сложилось. В погоне за лидерами, ну, со Спартаком и Краснодаром, я имею в виду, сильно ли это толкнуло назад? Ну, я думаю, что да, и в очковом запасе, и так, может быть, в каком-то психологическом плане, наверное, да. Вашей команде предстоит тяжелый выезд в следующем туре в Петербург. Как будете готовить свою команду, что-то особенное будет, и когда вы езжаете на игру? Да нет, нам надо травмированных восстановить, и так будем работать в своем привычном режиме и готовиться к игре, как обычно. То есть никакого события из этого не делаете особенно? Ну, как есть, так есть, ничего не изменим. Игорь Николаевич, последний вопрос, если можно. Несмотря, ну, наверное, такой положительный результат вряд ли его можно назвать для вас, нежели для ваших оппонентов, для вашего коллеги. И, несмотря на это, содержанием игры довольны ли вы? Можете кого-то, может быть, выделить? Ну, я скажу, что стабильно, но я не буду никого выделять. Есть игроки, которых мы отметим, конечно, но, в общем, рассчитывали на большее и думали, что более агрессивно сыграем и в атаке, и в завершающей стадии. Вот, ну, как есть, так есть. Игорь Николаевич, спасибо большое за интервью. До свидания. Спасибо.